Привет! Всем привет! Привет! Как дела? Гуляю с малышкой своей. Мил, поздоровайся. Мила, поздоровайся, маленькая. Привет! Всем привет! Все у меня нормально, все хорошо. Спасибо! Привет! Вернусь ли на проект? Пока не знаю. Из Бобруйска привет. Привет, Бобруйска. Зрение хреновое, близко не могу. Че, как дела у вас? Почему все задают вопрос, планирую ли я вернуться? Почему так остро? Я не понимаю, с чего вы решили, что резко вот так вот я решил вернуться на проект. С чего у вас такие вообще мысли? Всем помахаю, помахаю, помашу, помашу, помашу. Всем привет, привет. Как настроение? Ты картавишь или, кажется, показалось? Я не картавлю, нет. Вот зрение у меня, конечно, слабое. С речью нормально все. Бывает, конечно, не в попад говорю. Но это редко. Так, классная пара. Почему бы и нет? Почему бы и не вернуться? Ну, я не думаю, что просто так. Во-первых, маленькое количество времени прошло, как только мы ушли. Картавая, кто картавая? Привет. Ну, че, поговорим? Ты грузин? Да. Я метис. Я полукровка. Смешанный. Смешанный человек. Слово смешной. Ты где? Гуляю с собакой. Пришел пройтись, погуляться. Надо там купить кое-что. Вешалки домой. Иду в сторону. Кермаша. На районе я. Ну, что у вас интересно? Так, все машем, все машем, все машем, все машем. То есть, как там дом. Я, кстати, даже не смотрю. Нормально, интересно смотреть. Не знаешь грузинский язык? Знаю, но не очень хорошо. Недосконально, потому что со временем забывается язык. С детства, когда маленький, знал более-менее. Потом перестал общаться со своими земляками. Так уж вышло. Как дела, Ару Гурахар? Все хорошо, спасибо. Все, Каргас. Чего еще? Сидею. Кто увидел, кто не понял. Седина на бороде. Не знаю, от чего это. Может быть, просто старею. Все-таки 29 уже. Поэтому возраст. Привет. Что мне, деда, седина? Привет. Что мне написано на майке? Кто прочтет? Это что такое? Привет, всем привет, всем привет. Нет, мы не живем. Нет, давай лучше на русском. Салам, привет. Последнее время я понимаю, что на самом деле, наверное, в Минске настолько все плохо, как морально, так и физически. Ну, ощущение какое-то, не знаю, непонятное. Хотя, как бы, родина. Не к тому, что тут плохо в плане жить. Мне кажется, тут плохо зарабатывать. Наверное, так скажу. Вот. И я думаю, что надо перебираться, скорее всего, в Москву. Потому что Минск как-то так немножко сейчас буду тихо и скучновато здесь. Слишком уж скучно. Ну, спокойно, значит, наверное, так, сказал бы, так слишком умеренно. Я еще в этом плане на порохе и присутствует в барховницах, поэтому мне скучновато. Собака порода, собаки моей. Иди сюда, Мил. Мил, иди сюда. Джек Рассел Терьер. Это как в фильме Маск, как ты смотрел, кто может помнит. Милка. Милочка, иди сюда. Милочка, ну посмотри сюда. Там просто кошки. Собаке два года. Вот. Собака моего племянника. Ну, это моя родная сестра, получается. У нее сын. Мы вместе купили. Я, мама. Моя мама. И сестра Нателла. Купили собаку, подарили мелкому. Ну, каким-то образом там со временем они привозили к нам в гости. Так уж получилось, что собака сейчас у нас живет. Вот так. Спит со мной. И, соответственно, я вагулю в основном ее. Поэтому сказать, что... Да, это копия той собаки. Там его звали Майла. Мою зовут Мила. Они идентичны практически. То бишь, визуально это та же порода. Просто бывает Джек Рассел и Бородатый такой с бородкой. Такие на мордочке бородка такая. Типа как... Они не гладкошерстные, а такие вот, ну, волосаденькие. Этот не такой. Это как надо. Так. Животных любишь, в принципе, да. Люблю собак, кошек. Часто вот даже вот, не знаю, я из той категории людей, которая еду не выбрасывает. А мы, допустим, даже раньше делали так, когда не было собаки, скидывали что-нибудь там из еды, которая там испортилась или не кушает никто. И выносили там во двор котятам, собакам. Как бы такие, да. Но я больше, наверное, собачник, чем кошатник. Кошек люблю, но они не верны. Они такие холодноватые, поэтому больше собак. Не хочешь вносить на два? М-м-м-м, пока нет. Сейчас такой добрый на проекте был дерзкий. Ну, во-первых, давайте начнем с того, что смотря в какой атмосфере я нахожусь. Это как любой человек, в какую атмосферу его засунешь, он так себя будет вести по-разному. Если тут все спокойно и легко, почему не быть дерзким? Перед кем? Перед своими? Дома? Нет. А мой человек... Я тоже этого... Люблю собак, да, согласен. Где ты сейчас живешь? В Минске. Район Пушкинская, это Мавра. Так. Что, все? Что еще? Вот. Что хотел сказать еще? Касаемо того, что я в Минске, пока не вижу каких-то особых, хороших, интересных перспектив. Думаю, наверное, про Москву. Также были мысли посетить Штаты. Как бы хотел здесь посмотреть. В Америке всегда мечтал побывать. В Лос-Анджелесе моя мечта. Несбыточная пока что. Но я думаю, это скоро, скоро времени можно исправить. Так. Я к тебе приду в гости. Очень забавно. Приходи на Дом-2, очень круто за тобой наблюдать. Спасибо большое, но пока без меня. Наблюдайте, я вам надеюсь. Там есть интересные персонажи. Гриц, мой брат. Яба, прикольный чувак. Безус. Много ребят интересных? Почему? Хватает. Я, правда, не смотрю, но... Так. С тобой интересней. Напоминаешь? Так. Особенно характер. Ты мне моего мужа напоминаешь, да? Может, и я? Так. Почему именно Москва? Ну, хорошо. Давай. Предложи мне альтернативу. Городу Москвы. Из стран СНГ. Потому что, как бы, за бугур я не хочу ехать. Как бы, ну... Вот. Без тебя там где-то... Привет с Полтай. Привет. А Гриценко это ужас. Пинчук с Бузовой. Господи. Ябаров в Шансонье. Да. Ну, кто бы что ни говорил? Нет. На самом деле, что ни говорить, ребят. Гриц. Человек пацанских понятий. Это очень классная вещь. Когда ты находишь человека, который живет по каким-то... Ну, таким негласным законом. Пацанским. Это хорошо. Он там, знаешь, из серии там не придаст, не подставит. Такой свой в доску. Поддержит, когда надо. Вот. Что касаемо... Что касаемо Ябарова. Ну, Ябаров прикольный чувак. Вот. Просто вы, наверное, некоторые к нему негативите. На самом деле, он веселый, прикольный, интересный чувак. И поржать с ним, и в компании. И тоже поддержит. Играет. Конечно, если ты с ним не в контрах, то он тоже умеет дружить. Так. Авто нету. Авто было. Я продал буквально, наверное, месяц назад. Я продал свою машину. Привет и супер. Копи, мой муж. А ты огонь. Спасибо. А, так, что еще? Что еще? Что еще? Тебе идет борода. Кстати, ну, я вот думал сейчас, кстати, хотел вас спросить. Думаю, постричь завтра и побриться. И вот думаю, может снять. Как-то борода немножко поднадоела. Честно, думаю, может поменять имидж там. Развозь как раньше щетину. Но еще сомневаюсь. Где-то в Минске. Сейчас в районе Пушкинской возле Ледового дворца. Недалеко от Ледового гуляю с собакой. Так. Так. Брейся. Один есть. Так. Задавайте вопросы, если... Не задавайте вопросы, если не отвечает, не считает нужным. Так. Возвращайся. Поменяй. Борода не очень. Вот видишь, кому-то не нравится. Красавчик. Не надо бриться. Все-таки надо или не надо. Так. Насколько... Так. Насколько своего корча продал валик? Ну, что ты такие вопросы задаешь неудобно? Даже неудобно у них отвечать. Во-первых, не корч, а... Интересный, хороший французский автомобиль. Бурдверный купе. У меня был красивый. Я называл ее цыпленок. А мне очень нравилось. Это была Peugeot 406 купе Pininfarina. Правда, старовато год был 90. Восьмой. Но она мне очень нравилась. Выручала долго. Она пробовала у меня с 19-го года. Потом я не ездил не, наверное, год. Короче, ну, машина мне нравилась. Кто бы что ни говорил. Хотя люблю BMW. Фанат BMW. Фанат немецких машин. Но почему-то ездил на французы. Ну, почему ездил? Объясню. Потому что, наверное, каждый думает в меру своих возможностей. В этот момент купить машину немецкую хорошую. У меня не было вариантов. Поэтому пришлось вон сюда купить. Вот. Так. А зачем продал? Ну, во-первых, она была... Она долго стояла. В ней надо было много в холодильник. И ремонтировать. Да и, как бы, в принципе, немножко себя и жила, наверное. Старая машина ломалась. Не то, чтобы ломалась. Ну, все просто как бы она здесь жила. Бывает такое. Бывает вот даже как вещь. Автомобильная как вещь, наверное. Вот ты вот понял, что вот уже обувь. Она вроде целая пара обуви. Она тебе уже как бы... Ну, как-то все уже. Не то. Как-то так. А я из Германии. Да то. Давай. Заперезжай за БМВ-шкой. За БМВ-шкой. За БМВ-шкой. В Германии сейчас невыгодно ехать. Почему? Объясню. Потому что растаможка очень дорогая сейчас. И все едут, наверное, в Россию за машинами. Так. Новый будешь брать? Пока нет. Пока не было в планах у меня машины. Пока у меня в планах. Я хочу съездить в Штаты. Ребят. Если у кого какая-то есть информация. Там. Как классно провести время. Я просто, вы знаете. У меня в ЛА никого нету. Хочу в Лос-Анджелес съездить. Смотреть. Если кто-то обладает какую-то информацией. Там даже может помочь. Там кто-то живет. Там знает. Может там провести. Показать что-нибудь. Буду очень признателен. Правильно езжать. Нет. Я съезжу просто так. Это я не переезжаю. Я просто съезжу посмотреть. Так. Деньги плюс халявная колбаса. Ну, Дон-2 на самом деле не для вас. Нет. Не так сказал. Для вас, может быть, со стороны кажется, что это деньги и халявная колбаса. На самом деле нет. Деньги это не тот момент, который может там зарабатывать. Момент заработка больше не денег, а, наверное, какой-то популярности, что ли. Даже многие туда и за этим идут. И за деньгами. Поэтому, как бы, говорить, что деньги и за денег не сказал бы. Вот. Поэтому сейчас я вижу какую-то перспективу. Наверное, посетить много стран. Хочу попутешествовать. Ну, думаю об этом, как минимум. Начну пока с Москвы. Надо переехать в Москву, а там будет видно. Приезжай в Пиробиджан. Это возле Владивостока. Далековато. Так. Передай привет Волгодонску. Волгодонск, привет. Приезжай в гости. Окей. А, так, что еще? Ммм, что еще? Так. Израиль, привет. Привет. Ой, Испания, круто. Латвия. Слушай, такие вот прям страны, которые мне прям очень нравятся. Вы прям меня соблазняете. Так, и не мне собаку ставить. Там просто собаку нельзя внутрь. Нельзя ставить ее где-нибудь. Сейчас мы привяжем ее. Малышка. Малышка моя. Вот. Так, что еще? Я тебя жду. А по какой улице идешь? Иду. Раковский Кермаш. Раковский рынок. Это район станции метро Пушкинской. Вот. Ты был в Латвии? Кстати, не был. Надо было съездить бы. У меня просто не очень хорошая виза в историях. Вот. Мне надо Литва-Латвия съездить в Польшу. Даже в Польшу не был. Вот даже как-то касалось по Прибалтике. Так близко. Нигде не был. Вот. Мила, стой. Мила. Подождите. Стойте, собаку приезжу. Мила, стой. Стой, пожалуйста. Стой, говорю. Вот. Стой здесь. Жди. Жди, я приду. Жди, я приду. Так. Че там дальше? Так. О, Кудряшнутришин. Привет, Кудряшов, братка. Как ты там? Кстати, хотел поговорить с тобой. Мы с тобой так и не связались. Скоро в Москву. Так. Друзьяк. Ой, на самом деле, друзьяк Исеров. Скинул, скинул в сеть. В сеть скинул, как его Денис по поводу друзья. Я угорел просто. Честно, угорел. Было даже смешно. Так. Поржало души. Честно, то, что мне надо, здесь нет. Фигня какая-то. Короче, у нас такие магазины есть, где есть, типа, все одной цены, знаете, не знаю, у вас такие магазины есть, и там, говорит, классно, крутые, очень крутые вешалки. И вы прям вот, конечно, все покупать здесь стремно. Ну, такие какие-то там, знаешь, вещи. А вот такие вот мелочи, вешалки, казалось бы, здесь очень клево, они по акции были. И вообще бомба вешалки по хорошей цене. Нету, походу. Так, а потом будут. Да, собаку оставил, ничего страшного. Что, что может быть с ней? Так, да, 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 да. Так. Нет. Пиши на русском, я на брюзовском читать не умею. Ни одного слова. Так. Омск, привет. Ловнись. Привет, 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 покажи. Так. Братан. Привет, передай-то гей. Соне. Соня за гей. Привет. По-братски. Че еще? В самих селях вешалки? Да. Да, да, да. Че за фикс прайс в магазин? Я не знаю. Не так, что не так. Нет, не то, что лажу. Почему лажу? Че она нормальная? Ну, в принципе, визуально даже не стрёмно совсем. Она просто, характер у нее, конечно, стрёмно, а так она же визуально. Нормальная? Почему нет? Почему может быть, что у нее с серовым? серьезно черный норм что а в самих соседях серьезно хорошо смотрим соседей может здесь есть да я просто понял что не возьми сама возьмешь тебе близко собаку не стырит как вы думаете по эту проверю стремаюсь честно очко очко очкошник я просто очень люблю я не знаю не представляю как свою жизнь если с ней случится нет все хорошо деточка сам сидит смирненько так радуется когда прихожу как будто с кучкой будет меня час не было в 10 доставлю и все так что еще так кориценко вот и зря это говоришь вот ты зря на самом деле греть один из тех кто реально достойный самый достойный сказал бы даже возьми нет нельзя магазину как бы зачем это не очень правильно и не знаю по по эстетике собака магазин во первых у меня нет нет и крошечная собака трясуще у меня нормально такая плотненькая девочка упитана поэтому на черном немцы везешь но дерзай попробуй дай пожалуйста привет в азире с владивостока владивосток в особенности в азира привет так а где вешенки не вижу вижу не вижу не вижу не вижу чё еще так что за за порода джек рассел тегер я уже говорил как фильме маска покупатели выкуп готовь окей так че еще че еще приезжай в испанию гости в испании в гости встретишь если приеду какой какой город в испании а мне привет тебе привет забыл приезжай в гости но даже написал город какой обожаю кого меня если буду подальше я просто когда близкого как дебил выгляжу когда подальше но прикольно так подожди стой да сейчас свежим не сбросили не вижу вешал и дай мне привет века ты 1 1396 привет передайте привет у нас рыба икра сразу после фрукта были да сейчас найдем будто вижу фешалки нет приезжай к нам к нам к нам окей все позовутся зовут все зовут кого же выбрать куда же ехать в испанию или куда так подожди где вешалки ты объяснила очень плохо я не понимаю так передай привет дианочке ростов такая кэп дианочка ростов привет тебе при большой огромный привет привет ты кэп спроси понятно что просить можно язык до киева доведет да и я я попробую включить логику здесь здесь посуда доходишь вот и дальше да я понял да я потому что что вон там это как я понял тут вон там горит сезонный товар вижу вижу вешалок не вижу да что то здесь все кроме вешалки как дела на лично вопрос такой как дела на лично все хорошо а почему спрашиваешь где я не знаю где дома наверно борис привет скорее скорее привет ничоси так далеко наверно как корей живут круто привет ты был томске нет не был томске я не был томске но говорят хороший город мать твою не могу найти вешалки что за бред слушай больше не буду слушать тебя какой-то ужас я обошел все школьные при нажести вижу здесь лучше привет есть ты минске да ты в том что в том ты хренины да ладно ребят я конечно все понимаю прекрасно но у меня большая проблема нет вешалок я не знаю какая-то беда просто это провал это крах я просто как потерянная девочка привет минск слушай переверни камеру ты чувствуешь нет естественно ешь и что ли вообще из консультанта магазине как бы как бы это нормально нет тут они присутствуют или это парк магазин чисто для себя каждый берет что хочет и твоя улыбка моя улыбка не знаю надо пойти зубы отбелить как-то не завода может влияет что-то после время какой-то белизна пропала из магазина или давид да 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 что каком-то c я в раковском кермаши соседи на раковском селе чувствую пока я буду здесь ходить блядь ой ругаюсь матом да ужас пока буду ходить украдут мою собаку серьезно о привет ты солигорск солигорск да собаку крадут я же говорю пока серьезно это не серьезно нет это не серьезно я сейчас просто не могу даже найти ни одного человека который как бы мог не поставить где это консультанта нет ни одного передает так много кузнец привет большой далеко не уходи сейчас сфоткаться придет вот и надо серьезно ну расходите без проблем ты где гомарджоба я вешалки еще на раковском соседи так гомарджоба привет так так и дайному казнецк говорил так привет целегорск собаку бежай про чё посоветую про отношения на расстоянии для ребят советовать не буду потому что на самом деле стрёмная тема я в это не верю не считаю что они могут быть девушка где у вас вешалки строить пожалуйста вешалки а вы не работе здесь не работе актука есть люди которые сработать которые могут сказать что ни одного человека не вижу я весь магазин прошел есть бывает такие люди но бывает но не выходной по цене я вам спасет а жена каменной горки погуляем прикалываешься бить его заберу твою собаку а ты заберешь другую нет спасибо я стою со своей поэтому уж уволите меня моя устраивает кстати что 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 да здесь не она не обманула здесь нет вешалок просто тупо не так конечно же не просто ежескими на такие халявные чисто знаешь по акции скидочники скидочники молочник а вас вешалки не знаете мне находится вешалки а где покажите пожалуйста что-то я искал ни одного сотрудника нет листов то могут помочь мне а вот они да я вижу набор вешалок данина говняная елки-палки вот эти вот ничего сколько и сколько не стоит интересно нашел знаете насколько не прошло ну вот нормально 6 да да пойдет абсолютно абсолютно 6 рублей за 10 штук вообще огонь ну они какие-то маленькие тоненькие как вы думаете норм честно я не знаю но мне настолько плевать что я готов их убрать честно наверно куплю хватит одно нет 2 купить у меня две пачки вот и не буду заморачиваться не знаю сколько нехорошая точно что за просто такие деньги не купишь за такие деньги точно не купишь ничего 10 штук 20 штук вот все огонь бомба наша черная я люблю черный цвет не знаю черную любит черную майки чисто для майки вот что еще рассказать так в принципе нашел чуваку спасибо пошел собаку спасать меня уже устали от моих этих разговоров до 2 что 2 я соблюзал 2 а ты все еще на мавра живешь ну да согласны по поводу чего со мной о смотрите кого встретил вот тише тише-тише-тише-тише мужчина здрасте это виктор виктор он же виктор белом полила полила и вешалки покупал как было ну зачем вкус зачем для майк спасибо за вешалки майк как раз таки меняет прибор мой а ты что за каким-то конкретным продуктом вечно обедал в авторе там просто на здесь бестро крутое вон там какая история не рассказы сказки у нам есть короче там типа покупаешь все что вот кулинария за практикуют не практикуют многие магазины типу кулинария все от против недорогим ценам и очень вкусно даже там борщ все что хочешь плов борщ как бы я там не кушал но перед хорошо ответ на вопрос на какой привет устали что устали нет что не сейчас тебе встречу ну ладно петян ты все если я буду вешалковый барон так что ну что что там что там так спасайте что пёс что-то чё тебя пёс ждет да я знаю беги быстрей а ты чё а здрасте так беги беги быстрее бегу 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 так ответ на вопрос ты с борисом так привет как века нормально нет что нет не устали что не устали нет не надо спасибо пакет не нужно бонус на нет сразу говорю нету бонус на что ты мое не читаешь скажи еще раз три копейки сейчас секунду пять можно вам да и вот так 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 да спасибо идем вам слово каждое да есть такое тогда привет ты что со своей Я не со своей дикой кошкой, но дикая кошка дома, наверное, я не знаю. Я не знаю, что она дома, наверное. Вы можете зайти к ней на страничку, посмотрите, где она. Не в курсе. Вот. Что еще? Что еще? Мне хорошо видно? Я довольный человек, у меня вешалки есть. Я просто так хотел сегодня вешалки, и у меня просто дебильная такая система дома. Шкафы и майки складываю, и я это дико ненавижу просто. Они потому что потом мнутся, они потом все в разнобой, непонятно где какая. Какую нужную? Вешалку взял, вообще кайфуй. Снял. Привет, малышка моя. Ты меня ждала, а? Рыбка моя. Ты меня ждала, ой, моя хорошая. Ой, ой, на соленой какая-то. Сколько радости в собаке, а? Просто пришел, сколько радости. Да хорошую, мою хорошую. Милаша. На самом деле собаку зовут Камила. Полное имя Камила. Это мелкий назвал. Вот. Почему Камила, не знаю. Не сказал, сказал, нравится имя, и все. Вот. Так, лапы, лапы. Вот, но мы уже как бы... Камила не очень нравилась. Не то, что не очень, собаке Камила, но как-то странно. Ну, что ты в такой ситуации для себя? Давай. Нормально все? Да. Что-то там не хочешь посмотреть там? Шмотки нет? А, ты же так смотрел. Вот. Что говорил? Так, мы сейчас, наверное, шутере закона. Перейдем в дорогу в неположенном месте. Конечно, делать нельзя. Только в самых корнях случаях, как сейчас. Вот. Тут просто солнце светит. Ничего не видно. Пойдем туда. Вот. Так. Конор или Хабиб? Блин. Хабиб или Конор? Конор, Хабиб. Наверное, Хабиб. Вот. Наверное, Хабиб. Почему не отвечаешь на вопросы? Блин, давай еще раз, да? Я сейчас отвечу. Четкий пес. Да, согласен, Давид. Видимо, собака искренне целая, чем Боря. Искренне собака рада, чем Боря, так как понять, почему он так решил, и я не понял, почему тут так в суд. Они до сих пор вместе. Они вместе. Кто вместе? Привет, Москва. По-розовой. Что по-розовой? Куда идешь домой? Так, ты еще с Викой? Да. Наверное, да. Спартак ходить будешь? Саня, привет. Наверное, не успею, потому что в Москву собираюсь уезжать, поэтому, наверное, не успею. Замуж за Бузову или Дом-2? Дом-2, конечно. Там же два в одну, там и Бузово есть. И дом, и все. Вот. Кстати, смотрел выпуски за Бузову. Ну, прикольно, мне понравилось. И я такой, ну, не то, что удивляюсь. Я с таким настоящим смотрю, как Бузова растет в этом плане, что как она вот, ну, в плане на телевидении, как она смотрится, круто. Это реально, как бы, она на уровне, она сдержится достойно очень. Сколько вам осталось недели уже? Да, а потом она уедет в Москву. В моем, да. Блин, она тебе не идет? Ты красавчик. Она, давай, дочка, тоже очень красивая. Промо делает? Гуляет он. Братишка, ну, промо, промо. Что-то я вижу, что здесь какая-то прям затишка. Какой-то. И, походу, и промо не спасет. Не знаю. Я, по-моему, говорил, ты чел на этот вопрос. И когда он уходил, я думаю, что не просто так уходил. Если человек тебе просто нравится за ним с такого проекта, когда он два уходить не будешь. Это очевидно, мне кажется. Алло. Что ли? Запрос великий. Ну, мне кажется, у каждой женщины запросы велики. Это как бы вопрос времени просто. Радно или поздно человек понимает, что он хочет в жизни. Просто сразу не выкладываете. Вся карта на стол, как некоторые делают. Чего не берешь... Чего не берешь в прямой эфир? Кого не беру? У меня, наверное, интернет не очень хороший. Поэтому если кого-то возьму в эфир, сейчас будет очень слабый сигнал. И будет все размыто. Спасает завод. Ребят, ну, давайте честно. Вот сейчас прям эфир включать, будет картинка очень размытая. И будет стремно смотреться. Не оставить ультиматум, это тупо. А кто говорит про ультиматумы? Откуда вообще? Что эта информация такая, что какие-то ультиматумы и все остальное? Откуда такая инфа? Привет, Брянск. Привет. Так, что еще? Сколько лет тебе лет? 29. Я уже взрослый, дядя. Даже сказал бы взрослый мальчик уже. Ой, тихо-тихо, разошелся. Хрипатый. Так. Нет, мы вместе не живем. Мы живем отдельно. Ну, потому что, наверное, мы просто определили, что в Минске не хотим лишнее время жить, наверное. Поэтому какой смысл снимать здесь жилье? Тем более у нас жилье, если снимаешь, у нас долгосрочный съем. Жилье идет на месяц, не так найти тяжелонормальную квартиру, чтобы на месяц с нормальной ценой. Я к тебе собиралась. Там же хватает ребят, кому можно пойти. Я уже называл, достойных много. Ельц, привет. Конр или Хабиб, какой прогноз? Я думаю, что Хабиб. Потому что борьба – это стиль непобедимый. И все топовые бойцы, наверное, самые топовые, они базовые борцы. Поэтому тяжело хоть побить борца. Сам борец. Знаю по себе. Так, что еще? Так. Ну что, задавайте вопрос. Привет. Привет. Привет всем махаю. Всем махаю. Всем машу. Так. Как узнать, что мужчина... Так, подожди еще раз. Как узнать, что мужчина достоин. Достоин. Не понял вопроса. Как узнать, что мужчина достоин, какой-то странный вопрос, честный. Может, я перевел неправильно. Давно виделись. С кем? С Викой? Не пять назад. Куда идешь? Домой. Давай в Брянск. Нет, пока в Брянск не планирую. Извини. Ты сейчас где-то работаешь? Нет, на день работаю. Был в Бресте. Да, был на сборах в Бресте. Это было, наверное, когда мне было лет 15. Это было давно. Это было очень давно. Я еще был. Заримался борьбой. Профессионально. Представлял наш наш клуб профсоюзный. Спартак. По кому ты скучаешь из Дома-2 сейчас? Привет, Тюмень. Так, по кому я скучаю из Дома-2? Честно, скучаю по всем. Ну, по Грицу. По всем скучаю, ребят. Нет такого, что конкретно по ком-то скучаю, по ком-то не скучаю. Во-первых, там очень много новеньких сейчас. И состав, конечно, не такой, как раньше. Я считаю, сейчас состав не очень сильный. Как бы, ну, потому что, как пришло новеньких, таких ярких, интересных, новеньких, никого не знаю. Может быть, просто я не смотрю, поэтому не знаю. Но вот я там по отрывкам смотрю, по отрывкам, которые идут на... Которые идут, ну, в группах там, скидывают. Кого-то интересно, такого прям, на которого смотреть было бы прикольно, яркого, я не увидел. Вот. Ваня смешной чувак, от который пришел, модельер. Ну, такой веселый. Мы пообщались с ним в этом. Ты вообще... Очень спасибо. Привет, Сибирь. Привет. Как тебе вообще дела? Ты... Так. Так. Привет, Одесса. Так. Изменилась ли моя жизнь? Да. Однозначно, да. Жизнь после дома 2 изменилась. Изменилась в лучшую сторону. То бишь, во-первых, факт того, что ты стал популярнее, это уже круто. Потому что многие, может быть, мечтают детство попасть на телек. У меня была такая мечта попасть на телевизор, и она сбылась. Я познакомился с многими артистами. Я побывал на Сейшелах три раза за полгода. Это круто. Я прожил там 4 месяца. 7 месяцев, 4 я пробыл на Сейшелах. Тут вам немного чего дал. Интересно, ребят, если у вас какой-то идет в главе, не знаю, там, план или мысль, там, идти, не идти, иди, делай, пробуй. За спрос не бьют. Давид, так, ты где? Как думаешь, Ритянка будет с Ирой? Нет. Ритянка с Ирой не будет. Ну, идти стоит. Конечно, стоит. Поняла. Привет. Старый дом 2 был лучше не так много продажных и дешевых. Тебе видней. За кого ты забродянули за Бузову? За Бузову. Потому что, как бы, ну, не знаю, я просто вижу, что Борзина слишком строга. Бузова лояльнее. Ну, и как-то больше все мы люди. Мы человеки, мы не роботы, правильно? И как-то вот у Борзиной все должно быть прямо под, не знаю, под какой-то чертой, мне кажется, перебор. Он же уходить собрался говориться. Не знаю, кстати, про это не слышал. Привет из Юрьева. Юрьев, привет. Девика, не знаю. Ты, ты, ты там платите за поездки? Нет, вы что? Вы что? Нет, конечно. Но представьте, если поездка на Сейшелы стоит, на Сейшелы поездка стоит в одну сторону, через Дубай, как мы ездим на Эмирейтс, тысяча сто России. Дом 2 оплачивает все. Я думаю, тысяча в одну сторону стоит. Да. Вот. Ну, представь, если каждый платил бы, а бывает же, люди приходят, ребята, которые там не имеют каких-то материальных благ, и как бы они платили, кто бы едет, конечно. Все, компания оплачивает. Компания оплачивает, то есть, на самом деле, они, это хороший рейс, то бишь, хорошим рейсом, хорошим самолетом, хорошими авиалейнями. Эмирейтс, это, наверное, одна из самых лучших, если не лучшая, в мире считается. Мне, вот мы летели Эмирейтс, и потом летели один раз Этихард, и Этихардс вообще не понравился. Эмирейтс понравился многое больше. Халява. Ну да. Нет, у меня, погладь, погладь. Нет, не было девушки после крови вики, как у меня. После проекта нет. Вы общаетесь? Так. Я уже захотел на Дом 2. Ну так дерзай, найди Ермакову и напиши ей. Все. Не проблема. Скини видео. Это вообще, мне кажется, легко. Вот если кастинг на Дом 2, вот если ты интересный, если ты интересный и многогранный, даже минимум просто ты интересный, не нужно быть таким сложным, прям таким нереальным. Вот. Не знаю, Гритс, это игрок, хороший, двуличный, грубо, нет, 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 ни в коем случае, ребят, я когда шел на проект, у меня к Гритсу была прям какая-то, не то что ненависть, он меня визуально не привлекал, он был мне неприятен, не знаю почему, у меня к нему какой-то был негатив. Вот. Как только я зашел на проект, мысли немножко, на кухне там, не то что повздорили, я начал езжать, он как-то мягко принял, не стал там со мной вступать какие-то ссоры, и потом наоборот, мы по мере подружились, и я скажу так, что, ну, юмора, такт, Гритс вообще бомбовый пацан, поэтому зря вы гоните, и не игрок, чувство, как у него, мы были на свадьбе, когда он у Сульбез, вот, и я спрашиваю, говорю, братка, я говорю, ну что, Ирка прикольная девочка, сейчас зажглась, он говорит, нет, Оля, все, одна Оля перед глазами, вузовый, ну, по-другому не могу, говорит, смотреть не могу ни на кого, вообще, говорит, просто вообще, кроет, я говорю, так у вас уже столько уже тянется, он говорит, не знаю, вот, тянется и тянется, так, ну да, дура бесит очень, какая дура, так, картина Витя Таня понравилась, да, даже я помню, Витя не так давно снял историю, он показывал с картины Вани, этому стилисту, как встречу, на картине так понравилась, вот, прическа его на картине, вот так стреляет, как на картине, говорит, так, сколько вам платили на доме, ребят, ну, такие вещи, у нас рекламные деньги были, как бы, всем по-разному, так, почему ты гнуешь вопрос про Вику, так, Давид, ты не хочешь поехать в Томск, ребят, серьезно, я бы с удовольствием, во-первых, это очень далеко, да, если мне память не изменяет, это далековато, во-вторых, ну, с какой целью я пойду, да, вот, честно, давайте честно, с какой целью мне ехать в Томск, с какой, а, малышку мы выгодим, в Томске, так, Давид, не игнорируй, ты хочешь поехать в Томск, зачем, я же спросил, так, мощно ты Купину влупил тогда, на самом деле, ребят, не мощно, не влупил, потому что, у меня с руководством проекта были, неоднократно разговоры, и, у меня был ультиматум, что, если будет какая-нибудь драка, с моим участником, неважно, там, да, я начал, я начал, если у кого какие-то будут, там, не синяки, не знаю, разбиты губы, что-то еще, то, я вылечусь проект, даже не будет разговоров повторно со мной, это лишь у меня не раз были уже стычки, кто может, смотрел, наблюдал, вот, не только с парнями, но девчонками, но девчонками я никогда, кто бы не говорил, руку не поднимал, максимум, что я мог скинуть в бассейн, я мог облить водой, я мог, не знаю, кинуть подушкой, там, ну, были там, на кровать, там, на кровать, не больше, нахожусь в городе Минск, приезжай к нам во Влад, далеко, правда, что на доме 2, все, по сценарию, нет, не правда, ну, смотрите, во-первых, как вы представляете, что все актеры, вот представь, обычный парень, вот ты, вот, если у кого-то есть знакомые, с, вообще, кто был на доме, они должны понимать, что, ну, представь, что каждый актер, если каждый актер, в дом, где столько актеров наберешься, ну, вот я, допустим, никогда в жизни не был актером, никогда, как ты будешь не актер играть по сценарию, нету сценария, нет сценария, есть люди, которым просто вешать какую-то лапшу, так, вот, так, ребятки, у меня осталось 3%, сейчас я догуляю, мы дадем, так, это просто мама названивает, перерывается эфир, что-то, видимо, хочет, так, тогда к тебе приедем, так, я на месте, если позовешь, куда позовешь, так, ну, мне очень понравилось, как ты Хромину кидал в бассейн, ну, на самом деле, ребят, кто бы что ни говорил, после тех слов, что Хромина говорит человеку, про кого-то там, там, про другого, то у меня других вариантов не было, вот, поедешь в Москву, да, служил в армейке, нет, не годен, ты в Москве нет, в Минске, откуда родом, Минск, все организуем, кстати, вы на свадьбе общались, нет, мы не общались, подошел, потянул руку, у меня еще негатив такой был, но потом, как бы, свадьба, я не стал уже, мне ребята говорят, блин, я как говори, зачем мы на свадьбе не хотеть будем, что-то еще, ну, поздоровались и все, не больше, нет, мы не общались, давай к нам приезжай, как тебе Алексей Самсонов, я его лично не знаю, поэтому не могу сказать, как в человеке, я его не видел, и не знаю, не знаком, поэтому, как говорить человеку, о котором не знаю, тут нет смысла, ты самый настоящий, спасибо, так, Давид, приезжай к нам, куда, приезжай, куда, куда приезжай, ты за кого, за Никиту или за Захара, блин, ребят, я, так, Захара не знаю, с Никитой познакомился, а, здравствуй, мы поздоровались, так, привет пока, на шоу, он сейчас приходил, все, не знаю, много рассказывали мне, по рассказам ребятам, которые были на проекте, я был, они говорили, что очень хороший, что, Никита очень хороший парень, что, что Никита вообще, ну, такой типа, блин, там, компанистский, веселый, такой вот, знаешь, пацанский, какой-то, ну, как-то, по него, наверное, больше было положительных отзывов, ежели про Захара, хотя я не знаю, поэтому говорить не буду, так, кто сейчас на проекте, тебе нравится, из девочек, честно, никто, зачем мне, как не может это нравиться, так, как с той художницей, познакомился, который картину рисовал, это девушка моего друга, моего друга, он боец без правил, в прошлом, вот, это его девушка, мы с ним, ну, это мой тренировочный партнер, это его девушка, Захара, так, выгнали голосование, вам видней, так, Владимир, все равно, Давидушка, так, Давидушка, так, привет, сколько тебе, 29, привет, занимаешь спортом, да, я занимаюсь борьбой, но уже, наверное, как бы не занимаюсь, занимался, в прошлом, ладно, ребятки, всех люблю, у Баля, Балечка, привет, жди, скоро, до скорого в Москву, подтянусь, привет, грузь старай, привет, 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 все, ребятки, всех, всех обнял, всех целую, я надеюсь, вам было интересно, собачку покажи, и милочка, иди сюда, милочка, милочка, девочка, иди, посмотри, 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 мою девочку, на, на, будешь что-нибудь, она такая вот, чисто, лишь бы пожрать, вот, что-то сказать, Давид, да, вы в Беларусь, когда вы собираетесь в Беларусь? Настюш, у меня садится в Атре, один пацан осталось, Баля, Серова Катя, привет, вот, ребятки, да, Минский будет, да, да, Минский будет, начать с проект, все, всех не могу, ребят, все, всех целую, обнимаю, всем пока, по-пересадиться в следующий раз, пообщаемся больше, надеюсь, вам понравилось, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok